Всем привет, с вами Саргас. Это будет очередное разговорное, возможно длинное видео с таким автопом, где я просто хочу порассуждать на отвлеченные, не связанные с магией темы. Видео снова будет без моего лица, так как я все-таки отдыхал на этих новогодних праздниках, и с 30 по 6 число не отвечал на почту, не работал с людьми, в общем ничего не делал из того, что непосредственно является моими рабочими обязанностями. Единственное, я конечно просматривал заявки, но на них старался не отвечать, заставлял себя буквально не работать, не писал даже лекции, не записывал видео, и к концу недели писем и заявок накопилось столько, что я чуть с ума не сошел, пока вот первую неделю с 7 по 15 на них отвечал. Ну плюс, довольно сложно было влиться в график, но не потому, что я там отвык работать или что, наоборот, я очень устал отдыхать, я посмотрел сериал «Ведьмак», посмотрел «Мандалорца», дочитал несколько книг, которые хотел прочитать, снова начал более-менее регулярно играть на гитаре, хотя, ну сразу говорю, я играю плохо, выкладывать никуда ничего не буду. В общем, я наотдыхался, мне кажется, на полгода вперед, но надо сказать, отдых все-таки пошел мне на пользу, и физическое тело, и нервная система разгрузились, у меня отпуска не было никогда, то есть я с 2011 года занимаюсь магией, работаю, ну фактически полный рабочий день, больше полного рабочего дня по времени, и вот только в 2015 где-то году я себе устроил два выходных в неделю, и вот в 2020 году в первую неделю впервые устроил себе такой недельный мини-отпуск, но это очень полезно, я, пожалуй, буду время от времени практиковать такой недельный отдых, чтобы просто разгрузить психику, потому что бесконечные потоки чужих страданий – это довольно тяжело. Профессиональное выгорание, конечно, тоже не стоит списывать со счетов. Пока я отдыхал, я выбирал себе новый нож. Я большой любитель ножей, у меня их небольшая коллекция, и хочется мне найти, знаете, вот тот самый нож, который бы я мог без проблем носить с собой каждый день, естественно, для каких-то реальных повседневных нужд, не просто таскать с собой какую-нибудь мору с фиксированным клинком, которая будет на полрюкзака, и надеяться на то, что она когда-нибудь пригодится. Нет, я постоянно вскрываю коробки, какие-нибудь посылки, приходят доставки. В машине иногда нужно что-то сделать сугубо техническое, если выезжаю на природу, но в России особо выезжать некуда, уважаемые рыбаки, охотники и любители сельской местности со мной не согласятся, но после Испании я выезжаю из Питера, и мне повеситься хочется, но я уже говорил об этом в одном из видео. Но тем не менее, если когда-нибудь куда-нибудь выберусь, тем более еду в дальние поездки, может понадобиться, не знаю, там, срезать веточку на руны в конце концов, сделать что-то техническое, да попросту мясо на шашлыках нарезать тоже надо иногда. Хотя последний раз я на шашлыках был на юге Испании, а нет, вру, на севере Испании, но тем не менее, это было почти год назад. Больше года назад. Ну, неважно. В общем, давно. Но к чему это я? Я искал себе нож на каждый день, которым будет не страшно пользоваться. А я в Испании пользовался ножом Ontario Red, крыса попросту, большой версией Model 1, и меня он всем устраивал. Я его носил на поясе, никто его не боялся, потому что, ну, я считаю, что нож городского человека не должен пугать окружающих. Он не должен выглядеть как Рэмбо со своим свиноколом. Я использовал его дома во время сборки мебели, распаковки мебели. Там было не страшно им закрутить какой-нибудь шуруп, его не жалко, он стоит недорого. Но проблема крысы в том, что эта реплика была, и несмотря на то, что стоила она недорого, и претензий особых к клинку у меня не было, сама конструкция рукояти такая очень ненадежная. Нож раскручивался, и у меня были постоянные опасения, что в самый неудачный момент у меня нож просто развалится в руках. Если же затянуть слишком сильно, то нож открывается с большим трудом, а я за однорукое открывание, так как одна рука может быть чем-то занята, я могу что-то держать, нести, а второй рукой, чтобы было легко открыть нож. В общем, в плане надежности меня этот клинок не устраивал. Плюс он довольно большой, довольно громоздкий, и я искал себе что-то на замену. В итоге взял Steelville Invisible, как он там назывался? Не помню, честно говоря, я поставлю картинку в видео, если не забуду. Нож прикольный, нож маленький, нож можно носить с костюмом, с пиджаком, вообще невесомый, но из-за пластиковой рукояти он ощущается таким ненадежным, и однажды я его уронил на ламинат, у него откололся кончик, а я начал понимать, что кроме как вскрывать коробки, отрезать скотч, им вообще ничего делать нельзя, то есть он никуда не годится, ну а зачем нужен нож, которым можно только вскрывать коробки? Я в конце концов не на почте работаю. Поэтому я стал искать себе что-то на замену и решил погуглить. Это было такое длинное вступление. И наткнулся на каналы по EDC, ну точнее на видео, связанные с EDC тематикой. EDC это, вот не помню, как это на английском, но в общем то, что человек носит с собой каждый день, everyday carry, если не ошибаюсь. Ну для большинства адекватных людей это ключи, телефон, кошелек, паспорт и может быть еще пара каких-то предметов первой необходимости, а у которой он реально использует каждый день. Или которые действительно могут быть ему остро необходимы. Ну к примеру, определенные лекарства. Я вот как аллергик вынужден постоянно таскать с собой небольшую металлическую капсулу с ампулой и в этой же капсуле пара таблеток, вырезанных прямо в блистере. Но я, в отличие от всяких выживальщиков и EDC-шников, эту ампулу, а точнее этот, ну и ампулу в том числе, в общем этот набор регулярно использую и пополняю. Потому что если я где-то в городе, если я где-то в поездке, может начаться аллергия, я выпиваю таблетку и все хорошо. Аптечку я с собой таскаю далеко не всегда. Но я человек адекватный. И я посмотрел несколько англоязычных видео. Ну там тоже плюс-минус там человек таскает с собой в офис планшет, блокнот может быть, ручку. Практически всегда есть нож. Ну и там ключи, телефон. Может быть паспорт, но у американцев водительское в основном. Что же у нас? Я тут рассказывал о сельской местности. Наверное, это видео о сельской местности выйдет раньше. Но, в общем, человек может сначала показаться, что он какой-нибудь егерь. Но нет. Это обычный Вася Петров, живущий в Москве, работающий в офисе, причем не монтажником, просто человек работает за компьютером. Но носит он с собой тактический рюкзак. В лучшем случае какую-нибудь не менее тактическую, но меньшую по объемам уродскую хреновину, которую почему-то называют EDC-подсумком. И там натолкан какой-то хлам. Вот, например, человек живет в городе, и у него набор три ножа, складных ножа. Три с собой каждый день. Три фонаря. Большой фонарь, средний фонарь и маленький фонарь-брелок на ключах. Пауэрбанк-провода ладно, но зачем ему два мультитула с примерно одинаковой функциональностью? Ладно, мультитулы, фиг с ним. Зачем ему набор рыболовных крючков и леска в Москве? А если он ожидает, что начнется зомби-апокалипсис, то в Москве? Я, конечно, не уверен, я не рыбак, но что-то мне подсказывает, что вряд ли он что-то поймает. Ну, хорошо, допустим, рыболовные крючки не так уж страшно, в конце концов, не такие уж они тяжелые. Хотя в сумме хлама набирается довольно много, и что у него два позвоночника, как бы запасной дома лежит, что можно поменять в любой момент, ну, я бы вот поостерегся и заботился о здоровье спины. Послушайте военных. Я вот пару интервью видел, и там многие, скажем, американские военные в принципе с собой на задание не берут ножи с фиксированным клинком. Ну, с фиксированным клинком это, то есть не складные, потому что складной нож более компактный, складной нож более легкий, и нож с фиксированным клинком тупо менее удобен. Он тупо добавляет вес, а каждый грамм веса, когда вы таскаете с собой жизненно необходимые вещи, каждый грамм может быть лишним. Это как соломинка, которая переламывает спину верблюду. Казалось бы, там 20 грамм, там 50 грамм, но в сумме оно все набирается очень много. Поэтому я за такой минимализм в плане тех вещей, которые вы таскаете с собой. В машине, господи, пожалуйста, у меня в машине две лопаты, никаких проблем. Это все подполом, это все незаметно, ничего не захламляет. Но с собой, то, что вы носите на своем теле, на мой взгляд, стоит любить себя чуть больше. Зачем перенапрягаться, надрываться и таскать с собой лишние вещи? В конце концов, позвоночник, он все-таки один, даже если кто-то думает иначе. Ну ладно, допустим, крючки, что-то такое. Может быть, даже этот маленький ломик размером с два пальца взрослого мужчины вам когда-нибудь пригодится. Зачем-то. Учитывая, что у вас два мультитула, на каждом из которых есть плоскогубцы, которые можно использовать как гвоздодер. Ладно, не будем углубляться. Я, кажется, начинаю сходить с ума, когда задумываюсь о назначении каждого из этих предметов. Но! Зачем человеку с собой хирургический скальпель, растворяющиеся нитки, хирургическая иголка и зажим? Причем, такой полноценный зажим, выглядящий как здоровенные ножницы. Скальпель... Я могу предположить, что какому-нибудь рабочему зачем-то может пригодиться не канцелярский нож, а именно скальпель. Но вот не имея медицинского образования, не имея навыков работы с хирургическими инструментами, человек таскает их с собой в надежде на что? Что если вдруг, не дай бог, у него будет какое-то серьезное ранение, у него откроется талант хирурга или что? Зачем он таскает с собой скальпель? Что он собирается зашивать в городе, где есть скорая помощь? Хорошо, допустим, скорая помощь не приезжает, я сам с этим сталкивался. Но человек сам говорит, что он не является врачом, не умеет пользоваться этими инструментами, но таскает на всякий случай. Я, к сожалению, не подумал. Сохранить это видео теперь никак не могу его найти, потому что они все называются одинаковые, у всех одинаковые обложки. Но степень маразма от видео к видео, как правило, только усиливается. Например, человек носит с собой влажные салфетки, сухие салфетки, скрученную на карандаше туалетную бумагу и отдельную щетку. Такую, знаете, как вот обувная щетка, только меньшего размера, для одежды. Зачем? Он внезапно захочет почистить одежду? Почему он не носит с собой, не знаю, пилу? А! Нет, некоторые носят такую, знаете, скатанную, как вот веревка, пила с двумя кольцами, чтобы что? Ногу себе отпилить в лифте от скуки, если вдруг застрянет? Что вы собираетесь с этим делать, господи? Я могу понять, если человек живет в деревне где-нибудь. Хотя там, по-моему, топор за пояс заткнул и нормально. Ну, ладно, хорошо, если отбросить шутки, предположим, вы охотник, рыбак, идете там на природу, берете с собой рюкзак со всем необходимым, могу допустить никаких проблем. Но нахрена в городе таскать на своих плечах магазин хостоваров? 90% этого хлама вы никогда не используете. Зачем вы это носите? Зачем вы рассказываете об этом людям? Мне страшно выходить на улицу, когда я слышу о том, что у кого-то хирургический набор. Не дай бог где-нибудь случится авария. Люди там как-то не сильно пострадают, и вот человек без сознания, у него рассечен лоб, и подходит к нему какой-то дебил и пытается ему зашить рану на лбу. Вот всегда меня удивляло в американских фильмах у человека там поверхностная царапина, он такой, ну вот, поеду в больницу, наложу 6 швов. Для чего? Ты слышал что-нибудь о пластыре? В общем, такие люди меня пугают, я надеюсь, что их не очень много среди нас, но, к слову, напоследок расскажу историю. Я вырос в Сибири, и там нам рассказывали, как выжить зимой в лесу, как выжить в сугробе и все такое. Про мультитулы и тактические открывашки нам ничего не говорили, кстати. И помню, мы изучали рассказ одного сибирского автора, насколько я помню, хотя могу ошибаться, основанный на реальных событиях, где мальчишка потерялся в тайге, по-моему, зимой. Но тут, опять же, могу ошибаться. И у него с собой было ружье и соль. И все. И он стрелял глухарей, обмазывал их глиной и жарил. Спички, наверное, у него тоже были. Ну, в общем, там, минимальный набор. Ружье, соль, спички. Этого ему было достаточно, чтобы выживать в тайге что-то около месяца. Про мультитулы он и слыхом не слыхивал. И ему бы и в голову не пришло таскать с собой мини-ломик. Задумайтесь об этом, уважаемые выживальщики. Не понимаю, к чему вы готовитесь и зачем вам с собой три ножа, но еще раз. В одном видео я уже упоминал, но повторюсь, если вы не умеете обращаться с ножом, то он не поможет вам выжить в критической ситуации. Я вот умею обращаться с ножом, я этому специально обучался. И не по видеоурокам, а у тренера, который, кстати, по совместительству был еще и юристом по уголовным делам, поэтому просветил меня во многие тонкости законодательства. Для меня EDC-набор это деньги, документы, ключи, смартфон и нож. И если вдруг начнется зомби-апокалипсис, то этого мне будет достаточно, если на улице будет проходить хотя бы один выживальщик. Если вы понимаете, о чем я. Благодарю за внимание, с вами был Sargas, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт magsargas.com, обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии, если, конечно, вы не слишком тактический для этого. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok